Здравствуйте, с вами интернет канал Максимадзе и мы продолжаем играть в GTA San Andreas. В общем, звонила Каталина опять, как она меня уже задолбала. И там опять, короче, издевалась в телефоне. Я, к сожалению, не успел заснять этот звонок, ну, в принципе, не важно. Ничего доброго мы там не дождемся. В общем, так говоря, что у нас там дальше по заданиям идет? Где лестница? Мистер Рафали? Господа, могу ли я поручить ваши подписи? Господа, ну, или точнее сказать, партнеры, я выпью за это. Да, Рафали вообще не мой, прям как мой кузен, которому уже скоро три года, а он до сих пор не умеет говорить. Ладно. Что у нас там дальше-то идет? Где звонок сейчас должен быть? Давай. Алло, Карл, ты Кен. Семья Леоне сделала ход, Сальваторо уже здесь. Он взял под контроль Каллигулу. Мы в дерьме, это война за контроль над Вентурасом. Война. Пошел, слушай, в каком-то визите Триады или чем-то там еще. Мне уже бежать пора, короче. Сальваторо Леоне? Это же один из антагонистов GTA 3 и 9-рагонист GTA Liberty City Stories. Но, ребята, City Stories появилась позже. В общем-то, на Дресс отстаньте от меня копыль. Теперь, в общем, ясно, какие три семьи имеют долю в казино Каллигула. Семья Синдакуа, семья Форелли и семья Леона. И вот Сальваторо Леоне, видать, взял казино под контроль. Надо завоевать его доверие, чтобы потом, без сильных подозрений, напасть на казино и грабануть его. Все, погнали. В казино Каллигула. Даже музыка та же самая играет, что и в нашем казино. Самый улетный кайф, блин. Я ловлю кайф от одного приема клею пролива крови в башке. Ооо, это у нас что такое? Это ваш сэндвич. Кто это прекрасный существо? Я такой фигню не занимаюсь, знаете ли. А мне нравится эта девушка. Тебя как зовут, дед? Мария. Я обслуживаю не клиентов, оплачивается отдельно. Заплати этой женщине, жердяй. Ты слышал, что птица сказала? Давай. Ты шутишь? Увидимся, ребята. А, это что за козел? Меня зовут Карл Джонсон, сэр. До того, как я начал работать с мистером Розенбергом, я имел удовольствие работать с вашим сыном Джоуей в Либерте Сиде. Ты знаешь моего Джоуи? Мне нравится это. Чем могу быть полезен? Ну, Кен может поручиться за меня, я опытный убийца. О да, он опытный убийца, прям как целая армия, один. Самый есть, что он надежный. Знаешь ли, семья Форелли отправила бригаду убить, чтобы меня убить. Их самолет скоро прибывает, они путешествуют под видом струнного квартета. Я собирался отправить туда нескольких ребят, чтобы они в среде гостей по полной программе. Ну, раз текиле давать ты, может ты им займешься? Спасибо, сэр. Гарантирую, вы не пожалеете об этом. А может мне лучше с вами... Не-не-не-не, оставайся на месте, Розенберг. Я не хочу, чтобы ты потерялся. Эта дверь сама, блин, открылась? До аэропорта, на мотоцикле, да? Вот, что бесит меня в этой GTA San Andreas, именно в ПК-версии, то, что для удобного управления самолетами и автомобилем, мотоциклом, это постоянно надо перенастраивать управление. Ну, хотя, кому как. Вот мне, походу, сейчас придется опять перенастраивать управление под самолет. Лучше бы мы на вертолете летели, чем на самолете. Вообще, эта миссия довольно сложная. Хотя, может, и не придется перенастраивать, может, я разберусь с управлением. Хотя, что-то я сомневаюсь, конечно, в этом деле. Как хорошо, что бронежилет здесь. Садись в самолет. Сейчас попробуем взлететь. Потом надо будет разобраться, как... Да, вот. Так. Да, придется перенастраивать управление, иначе я не знаю, что делать. Ой, это кошмар какой-то. Можно с семеркой, девяткой попробовать. Или кью или е. Кью или е, может, попробуем, давайте. Так, попробуем развернуться. Да, кью и е надо нажимать, чтобы поворачивать... Вот таким вот способом. Ладно, все, не будем перенастраивать управление. Я, кажется, начинаю привыкать. В этой миссии сложная тем, что надо обязательно попасть в кольцо, иначе... ...будет вообще все хреново. Иначе... ...они прилетят в Лас-Вентурас, и все, миссия будет провалена. Ммм... Район Приколпайн. Там есть, да, домики хорошие. Может, купить один из них? Денег у нас полно, поэтому мы можем запросто что-нибудь приобрести. Пожалуй, этим мы с вами и займемся после того, как мы выполним эту миссию. Да, вот непонятно, на каком уровне они находятся. Вот примерно вот так. Чтобы не проморгать это кольцо, если мы... ...не залетим в него, вообще будет все хреново. Короче, как мы попробуем? Я уже, наверное, шестой раз пытаюсь это сделать. Когда самолет появится... ...когда мы увидим самолет, разворачиваемся быстро. Залетаем в кольцо, догоняем их и залетаем в кольцо. Ух, это очень сложно. Нельзя запутаться в управлении, ни в коем случае. Иначе ничего не получится у нас. Сложная миссия, одна из самых бесячих миссий в игре, по-моему, и... ...крайне мере. КТАС-Андрис. Очень бесячая миссия. Просто бесяч. Разворот, 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 разворот. Не запутаться в управлении, не запутаться в управлении, не запутаться в управлении, ни в коем случае нельзя. Если я запутаюсь в управлении И не залечу в кольцо Не успею То будет вообще все хреново Давай, давай, давай Только не переворачивайся, я прошу тебя Пожалуйста, не переворачивайся Залети, залети, залети Не переворачивайся, я прошу тебя Спокойно, 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 спокойно Давай Я боюсь, опять не успею А может и успею Давай, 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 давай Пожалуйста, я прошу тебя Есть! Есть! Получилось! Ух, в реальной жизни это вообще опасно Такое делать Я уже, наверное, с шестой попытки Это пытаюсь сделать Во, вот это миссия Вообще, жесткая Как я попал сюда? Блин У них хоть и оружие слабое совсем Но, тем не менее, они Хорошо стреляют Все Еще один Сдашься, потому что умрешь Так, надо Не запутаться в управлении И аккуратно приземлиться Если я даже это сделаю неправильно Миссия будет провалена Надо приземлиться очень осторожно И шасси выпустить вовремя И так далее А то приземлиться можно неправильно И самолет взорвется И миссия будет тоже провалена Будет Вообще, все ужасно Эту миссию надо По-любому пройти Потому что я не смогу Получить доступ К миссии Хайнун Если Не пройду Эту миссию А миссия Хайнун Очень важна Для сегодняшней серии Просто очень важна Так Где аэропорт Так Начинаем посадку И пожалуйста Мягкую Так Осторожно Опускайся Опускайся Сбавляй скорость Сбавляй скорость Пожалуйста Разворот 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 Есть Я прошел Это говно Какое счастье Какое счастье Я прошел Это говно Это просто Вообще Жесть Какая отвратительная Миссия Ну нет Не отвратительная Она интересная Но очень сложная Залететь В это дурацкое Кольцо Это та проблема Еще В общем Я хочу съездить В район Приколпайн И купить там Какой-нибудь дом Давайте Встретимся там Чик-чик Купим Дом Который продается Здесь Вот этот Он стоит 50 тысяч Долларов У нас как раз таки Хватает Давайте тачку Прям поставим Внутри И отдохнем Сохранимся И посмотрим И посмотрим Заодно Как выглядит Этот дом Дом Выглядит Офигенно Ух Ё-моё Вот это красота Вообще Серьезно Вот это Телевизор Что здесь У нас Тут понятно Сохранение Это кухонка Пожалуйста Кухонка Комната Даже барная Стойка Видимо Какая-то Это гардероб А здесь У нас Что Спальня Такая Вот Офигенная А здесь И ванная Ванная Роскошная И так далее Это Самое Лучшее Убежище В этой игре Давайте Сохранимся Обязательно Днем Рыба В бочонке Да-да-да Еще раз Ну и давайте Прогуляемся Немного Что ли Дайте сюда Машину Мы имеем Особняк Мы имеем Кучу денег Роскошная У нас Теперь Жизнь Это Собственно А еще Мы грабанем Казино Достанем Себе Фальшивые Паспорта Рванем В Рио Наверное В Айсиде Там По-моему Там Наши друзья Офицеры Может Заглянуть К ним Хотя Сейчас Наверное Опять Какое-нибудь Дурацкое Задание Ну Давайте О Здорово Карл Давненько Не Виделись Да Я Уже Начал По вам Скучать Ребята Да Ну А мне Что-то Не Верится Давай Иди Сюда С нашей Последней Встречи Многое Поменялось Несмотря На наши Усилия Шоу Близится К концу Ты уверен Что придумаешь Способ Сохранить Свой Значок Да Да Тебя Еще Так Не доперло Карл Да Дело Не в Сохранении Какого-то Долганого Зачка Эй Слушай Что Говорят Мы С тобой Одинаковые Карл Ты Я Все Мы Просто Пытаемся Выбраться Со дна Когда Мне кто-то На лицо Наступает Я вынужден На тебе Наступать Дернадо С чертовым Шашлыком Его что-то Долго Нет Тянь Пяни Да Вы Боитесь Что ли Что он Нажалуется На вас Да Тебя Что Так И не доперло Ты понял Какой я Нервный Теперь О Ё-моё Блин А ну Поднимайся Блин Теперь Слушай Внимательно Запад До Отсюда Есть Разрушенный Городишко А Д Мелбады Какой-то Хрен Из-за Дела По борьбе С наркотиками Встречается С агентом Ф.I.B. Сделай так Чтобы этих парней Не стало И досье Забери у него Значит Эти копы Живут Здесь Да Эрнандеса Что-то реально Уже Долго Нету Он В последний раз Появлялся В последней серии Первого сезона И его до сих пор Не было Наверное Боятся Что он Свидетельствует Против Темпени И пуласки Да Ну давайте Съездим на ту гору Миссия Тоже довольно Так себе По сложности Надо только Успеть Застрелить С этого агента И аккуратно Подойти Так Где Находится Эта Это мы тоже Обрежем Чик-чик Так Доехали Выходим Из машины Прямо сейчас Готовим Калаш Он Нам Очень Важен Чтобы Мы Идем Очень Аккуратно Желательно Даже Ползком Нельзя Чтобы Агент Этот Нас Увидел Если он Увидит Он сядет Вертолет И мы Не сможем Его догнать Мы Начнем Погоню За ним На вертолете Мы Задетим Туда Где Мне Дадут 5 Звезд Розыска И меня Просто Расстреляют Копы И все Поэтому Лучше Его Прямо Сейчас Загасить С помощью Калаша Постараться Везде Рекомендуют Его Загасить Прямо Сейчас Пока Он Не Сел Вертолет Но Для Этого Надо Подойти Прямо Здесь Вдоль Подходить Так Чтобы Никто Нас Не Увидел И Не Пытайтесь Его Убивать Со Снайперки Снайперка На него Действует Плохо Очень Так Так Цель Убита Осталось Только Перестрелять Всех Этих Агентов Которые Охраняли Его Сейчас Еще Появится Оу Ладно Мы Хотя Бы Убили Того Кого Нужно Все Все Вроде Бы Убиты Досье Забираем Досье Садимся Вертолет И Сваливаем Отсюда На вертолете Летать Легче Чем Гораздо Легче Чем На этом Как Его Как Его Там Самолете На соседнюю Гору Приземлимся Можно В принципе Здесь Приземлиться Почему бы И Нет Карл Досье У тебя Да Бумаги У меня Что мне С ними Делать Нужно Встретиться В каком То Укровном Месте И Все Решить Замки Дьявола Есть Город Призрак Лас Брухас Ты знаешь Где Это Да Я Найду Конечно Найдешь Кам Увидимся Там Ну Давайте Полетим Прям На Вертолете Туда В этот Лас Брухас Ой Карл Надеюсь Мы не заставили Тебя ждать Да не Все в порядке Ну Ладно Это Досье Давай Его Сюда Ну Что Все в порядке Даже не знаю Карл Эдди Да Парень Хорошо Поработал Песеныш Вонючий Предатель Скотский Ты продал Нас Пора Копать Карл Ты Приследи За ним А ты Куда Собрался Выпить И Расслабиться А что Что-то Не так Да не Фрэнк Расслабляйся Хорошо Увидимся В участке А с тобой Увидимся В загробной жизни Кавал Фу Ладно Хватит Для двоих Места хватит Эдди Вообще Неудобно Из Такого Транспорта Блин Как неудобно Эй Эдди Ты так и не понял Темпини тоже Тебя сотрет С лица земли Ничего Ты не понимаешь Сиджай Это темпини Спасал твой Зайд Только Я начинаю Решить Тебя убить Он сразу Находит Оправдание Оставить Тебя В живых А сейчас Мне решать Убивать Тебя Или нет А как там Кстати Твоя сестра Она Всегда Мне нравилась У нас Темпини Парочка Пуль завалялась Для нее И твоего Дружка Латиноса Шлюхам У нее Есть Чему Поучиться Фак Ю Ласки Я знаю Ты хочешь Чтобы У меня Мозг Заторможенный Был Я не Вру Такое Морно Не каждый День Увидишь Вы Видел бы Ты свою Мамку Когда Ее Перестрелили То Зрелище Зашибенное Вообще Не Трож Мою Маму Ты Козел Блин Парни С ней Так Подурачились Полбашки Постреляли Видел бы Ты Это Реально Лапали Все Такое Фак Ю Пуласки Фак Ю Ого Блин За такие Слова И никуда Он отметил Не ведет Догнать Его Это Еще Проблем Еще Еще Стало Быть Кругом Ай Машина Прочная У него Очень Язык Проглотил Что Ли А Почему Вы Нет Твое Последнее Желание А Да Можно Трактую Сестру Так И до Смерти Остался Дебилом Вот так Вот Ребята Теперь Один Остался Да Фернандес Хотел быть Хорошим Полицейским Который Хотел Избавить Город От Преступности Наркоты Страданий И так далее А не управлять Им Как это делали Темпени Пуласки А они Взяли Убили Его Ну Пуласки Тоже Он Как вы Видите Вы уже Поняли Что с ним Случилось Ну ладно На этом Мы с вами Закончим Эту Серию Пожалуй С вас Лайкос Подписывайся С меня Эпичные Видосы Подписывайтесь На мой Второй канал На группу Вконтакте Тоже Всем Пока Субтитры